Палаты представителей США СМИ также указал, что главная цель китайского правительства в ООН – разрушить систему прав человека и повлиять на правозащитные институты. Одним из докладчиков конференции была Рана Сио Инбоден, следователь Центра международной безопасности и права Роберта Страуса Техасского университета в Остине. Рана Сио Инбоден заявила, что анализируя ситуацию в рамках всестороннего периодического обзора ситуации с правами человека в Китае, китайское правительство на встрече не позволило странам провести справедливую и всестороннюю оценку ситуации в Китае. По данным Human Rights Watch, продукцию алюминиевых заводов, на которых уйгуры были вынуждены работать, используют автомобильные компании по всему миру. Организация призвала фирмы также соблюдать стандарты в области прав человека в своей деятельности в Китае. В отчете Human Rights Watch, опубликованном 31 января 2024 года, также упоминались нарушения прав человека, совершенные Китаем в отношении уйгуров и других тюркских народов, в частности, принуждение к труду в Восточном Туркестане. Отмечается, что такие компании, как Toyota, Volkswagen, Tesla и General Motors использовали алюминий с заводов, на которых уйгурские турки были вынуждены работать. В отчете утверждается, что рассматриваемые автомобильные гиганты придерживаются строгих стандартов в области прав человека для надзора за глобальными цепочками поставок, но они не применяют те же критерии для своей деятельности в Китае. Более 15% алюминия, производимого в Китае, или 9% мировых поставок поступают из Восточного Туркестана. Исполнительный комитет Конгресса США по делам Китая выдвинул на Нобелевскую премию мира известного уйгурского академика Ирхама Тухти, который находится в тюрьме с 2014 года. В письме, направленном членом Комитета Нобелевской премии мира 31 января, председатель комиссии Крис Смит, республиканец и сенатор Джек Меркли, соприседатель, назвали Тухти профессора экономики, который выступал за обеспечение соблюдения законов о региональной автономии в Китае и исследовал отношения между уйгурами и ханцами. Тухти также руководил уйгурским онлайн-сайтом, основанным в 2006 году, на котором обсуждались уйгурские вопросы. В 2014 году китайские власти арестовали Тухти, которому сейчас 54 года, и приговорили его к пожизненному заключению в сентябре того же года после двухдневного сфабрикованного слушания по обвинениям в сепаратизме. С 2017 года его не видели и о нем не слышали. В новый список, опубликованный на веб-сайте Пентагона, были добавлены более 10 новых компаний, в том числе и производитель микросхем, компания по искусственному интеллекту, Мевгии, производитель лидаров Хисай и технологическая компания Медпоса. В списке указано, что эти компании, которые также работают в США, действуют совместно с китайскими военными. С этими фирмами Министерство обороны США запрещено заключать какие-либо контракты. Председатель Центрального банка Турецкой Республики Хафиз Гайя Иркан объявила в своем аккаунте в социальной сети, что она просит прощения со своего поста. Вернувшись в Турцию, США, где она жила и работала, на посту председателя Центрального банка Иркан стала первой женщиной-президентом учреждения. Саудовская Аравия была готова принять политическое обязательство, не имеющее обязательной силы по созданию палестинского государства. Вместо обязательного шага со стороны Израиля в обмен на ратификацию соглашения об обороне с Вашингтоном перед президентскими выборами в США. Месяцы дипломатии под руководством США, которые потребовались Эр-Риаду для нормализации дипломатических отношений с Тель-Авивом и признанию этой страны, были отложены в октябре администрации Саудовской Аравии из-за разразившейся войны в Газе. Субтитры создавал DimaTorzok